Добрый день, дорогие зрители, с вами Bassett И сегодня мы посмотрим на очень такой любопытный матч 1-1 формат Альянс против Японии Два игрока достаточно любопытные Они не прям какие-то, знаете, убертопы, которые часто бывают на моем канале PowerDollar3 Хотя, конечно, в этой игре не прям таки много сильных игроков Просто потому что эта игра все-таки достаточно нишевая И мне кажется, кроме меня, ее даже никто не снимает То есть, ну, есть Cybert в англоязычном сегменте Но на русском практически никого нет Есть еще пара маленьких каналов, я знаю Но в целом, конечно, здесь не так много контента Потому что игра обновляется не так часто Иногда выходят прям такие, знаете, очень редко моды от комьюнити Но в целом, в целом, конечно, игра такая, знаете, уже Она сохранилась в первозданном виде практически Но, тем не менее, еще есть небольшое комьюнити, которое ей наслаждается Я думаю, вы знаете, что Red Alert 3 делался изначально как киберспортивная игра Поэтому он очень сильно отличается от второй части И здесь очень много было под это заточено Что, конечно, делает ее весьма необычной в жанре CNC И она, наверное, самая сбалансированная Хоть со мной, конечно, не согласится половина зрителей и игроков Но, тем не менее, в Red Alert 3 есть очень много всего интересного Что делалось именно в угоду баланса и зрелищности киберспортивных матчей В какой-нибудь третьей части Тибериум Ворс или Кейнз РФ такого нет И то же самое касается Red Alert 2 С одной стороны, конечно, это хуже, потому что много всего веселого было убрано Но, с другой стороны, действительно, только по Red Alert проходят прям-таки очень сбалансированные и красивые матчи Ну, в CNC 3 с правилой середины тоже бывают Ее тоже немножко делали с уклоном таким вот в соревновательный аспект Но все же, мне кажется, Red Alert 3 в этом плане преуспел побольше Хотя, откровенно говоря, разработчики немного все-таки не допилили баланс с креокоптерами и с другими фишками Но спустя много лет все-таки просто сцена стабилизировала Сивенрейты сейчас плюс-минус у всех одинаковые Но игроки все это время у нас развивались Давайте посмотрим, что у нас происходит Здесь попытка какая-то была такая дикая С одного барака зайти и захватить, может быть, что-то инженером Или просто пехоту построить А может, просто поразведывать, отвлечь противника Но, честно говоря, пока, конечно, войско Императора явно тут не справляется Альянс намного лучше контрит со своего противника Бедный самураи сейчас пытается добежать до здания И это у них не получается И, конечно, пока размены идут очень хорошие для желтого У него уже большая армия Одна стрекоза взрывается над несчастным волнорезом Но это не проблема Эти стрекозы, скорее всего, ничего толком не сделают И вот такая вот большая пехотная атака начинается уже здесь и сейчас Но Альянс как-то, знаете, не спешит идти в лобовую Хотя, мне кажется, это было бы весьма разумно Здесь ничего нет у Японии У него даже последний барак продается Но уже, правда, четыре тенка Может быть, да, все-таки он оказался более предусмотрительный, чем я И вот против этой авиации, конечно, скорее всего, пехота не справится Потому что у авиации пулеметный урон очень большой И, конечно, пехотинцам лучше не сталкиваться с этими Тенгу Да, полет нормальный сейчас У Зеленого он смотрит, что есть у оппонента У оппонента в целом-то хорошая должна быть сейчас уже армия С бомбардировщиками, даже с одним Аполло Но, скорее всего, это просто разведка от японца И вот драться он прям совсем не хочет Может быть, сейчас будет как-то пытаться додать бой Не знаю, зачем здесь Альянс за этим стаком истребителей последовал Но все-таки никто ничего не потерял Да, почему-то вот решил, что надо вот отойти Правда, этого робота забыли, к сожалению, несчастного Очень жаль его, да, ведь он просто хотел вернуться домой Но его компания друзей про него забыла Что за друзья такие нехорошие, эти Тенгу Ну, то я не уходил в сторону Японец играет очень любопытно То есть, смотрите, он посмотрел все, что есть у противника И решил, что окей, у Альянса есть авиация У Альянса есть небольшая пехотная армия Это все, в принципе, контрит с одними Тенгу Поэтому я просто займу новую третью локацию И по экономике теперь у него все прекрасно Но, кстати, хватит ли у него потом армии, чтобы отбиваться от всего остального, что будет у Альянса Командный центр при этом зачем-то идет на центр Да, извините за тавтологию, но так оно и есть И, может быть, для того, чтобы сделать здесь большой забор Очень часто делается так То есть, можно вот перегородить всю эту часть карты Очень спокойно одной длинной стенкой И ломать ее придется весьма долго Да, конечно, это неприятная тактика Она работает против всех фракций Но, с другой стороны, когда у другой игрока фокус тоже на авиацию В этом большого смысла, наверное, и нет А волнорезы и так могут по водичке проехать И высадить свою пехоту просто в тылу у противника Поэтому тут как бы все может повернуться очень неоднозначно Ну а пока игроки готовятся к финальной схватке Давайте возьмем небольшую паузу Кстати, прямо сейчас в Steam проходит летняя распродажа И если хотите приобрести какую-нибудь новую игру Воспользуйтесь сервисом Купикот С его помощью вы сможете решить любые ваши проблемы со Steam От пополнения баланса до покупки игр, недоступных в России Давайте я расскажу вам про самые классные и выгодные предложения от Купикот Вы можете легко, быстро и абсолютно безопасно пополнить ваш кошелек Steam С самой низкой комиссией на рынке От вас потребуется только ваш логин Steam А также мой промокод BASSET Который уменьшит комиссию еще на 2% Здесь также можно пополнить кошелек казахского аккаунта Либо же пополнить аккаунт в долларах А для загистрированных пользователей действует кэшбэк на каждое пополнение и покупку Но самое важное, на Купикоте вы можете напрямую купить множество разных игр Их коллекция также полностью повторяет все скидки Steam Здесь даже можно приобрести игры, недоступные в РФ Весь процесс тоже очень простой Выберите интересующую вас игру и свой регион А затем оставьте ссылку на свой Steam аккаунт Сервис абсолютно безопасен и не запрашивает паролей С моим промокодом BASSET вы получите скидку в 10% После этого оплатите товар картой и не забудьте принять в друзья аккаунт бота Который отправит вам нужную игру гифтом Купикот также проводит множество разных акций Прямо сейчас вы можете поучаствовать в купилиарде Акция, которая позволит вам выиграть один из 84 призов Переходите на сайт по ссылке в описании и не забудьте про мой промокод Итак, у японца ничего кроме Тенгу нет Я не знаю, зачем ему просто такое количество истребителей Может быть он просто хочет провести такой мини-челлендж для себя самого И выиграть эту карту при помощи всего одного юнита Ну, в общем-то, это рабочая стратегия Я не могу сказать, что это прямо-таки бесполезная идея Она, в общем-то, весьма может быть хорошей Но, конечно, ему нужно еще защищать свои базы дома Потому что, видите, вот один несчастный волнорез Точнее, несчастный комбайн Здесь волнорез так раз таки успешно тут действует Но, кстати, у комбайна неплохая такая турель стоит Так что, может быть, даже от него бы и отбился бы сам Но Тенгу все-таки прилетают, избавляются от волнореза И очень такая, знаете, прикольная борьба получается Потому что, смотрите, у Альянса довольно много авиации Но у него всего при этом сейчас две базы То есть Альянс потратил очень много своих ресурсов Сейчас он подорвал часть Тенгу Но по факту Альянс просто вкладывает все свои деньги чисто в авиацию То есть у него сейчас даже, мне кажется, могла бы быть третья база по-хорошему Но у японцев их четыре То есть японцы сейчас намного лучше с экономикой И потенциально он может делать намного больше юнитов Но проблема в том, что сможет ли он справиться против Пока что воздушной доминации Альянса Ну и, конечно, вот эти все заезды волнорезов Тоже отвлекают немножечко его от спокойной добычи И именно это сейчас ему, конечно, нужно Потому что базы без добычи бесполезны Базы окупаются некоторое время в любой стратегии А у Альянса сейчас просто огромное количество аэродромов Ну, огромное, конечно, три штуки Это звучит, наверное, немножко абсурдно Но для Альянса это очень большой показатель Да, потому что обычно два это прям вот Ну, лимит, я бы сказал Но вот три это уже что-то серьезное То есть решил вложиться в воздух Будет у нас первая, наверное, на канале полноценная воздушная битва Потому что почти всегда игроки так или иначе делают комбинацию войск В Red Alert 3 это мета Нельзя играть как-то иначе Но вот сейчас будет, видимо, какая-то попытка глобальной доминации в воздухе Да, жалко, что в Red Alert нельзя садить эти бомбардировщики на авианосцы Это было бы очень круто для фракции Альянса Альянс по факту НАТО или США Плюс союзники Это было бы прям мега подходящее этой фракции Но, к сожалению, такого в дополнение не выпустили С другой стороны, это было бы слишком похоже на реальную жизнь А в Red Alert все очень-таки гипертрофировано и смешно Поэтому, может быть, это не самое верное решение Ну что ж, Мастенгу продолжают строить с одного завода Очень сейчас будет нелепое столкновение потенциально в будущем То есть, ну, рано или поздно воздушная битва должна случиться И проблема для японцев в том, что сейчас нужно как-то вот все-таки ему Может быть, добавлять больше этих тенгу Может быть, как-то собирать свои силы вместе Иначе просто, я думаю, Альянс его уничтожит Банально этими бомбежками Сейчас потенциально будет большое столкновение Куча сейчас тенгу сталкивает с Апола С разных сторон Есть еще турели, снизу ракетчики Но японец, как же он сейчас здесь не грамотно действует Вылетает тут и на пехоту Зачем ему это вообще было нужно? Ну да, пехота он, конечно, правда избавился И, может быть, дальше сможет напасть на комбайна где-нибудь сбоку Проблема только в том, что все тенгу будут подорваны Так или иначе И это был вообще невыгодный размен, как мне кажется Но битва была, на самом деле, весьма впечатляющая Да, это в воздухе столько всего упало И сейчас, кстати, двух бомбардировщиков забирает так вот коварно японец Улетает с вами тенгу Еще остается очень много Апола В воздухе пять штук сейчас в наличии У Альянса по деньгам, конечно, все при этом очень печально Обратите внимание У него все еще нету третьей базы Он даже не вкладывался в нее Здесь была чуть не уничтожена локация Но повезло Однако тенгу все в конечном счете были потеряны Кстати, всего два И, конечно, от них пользы мало Ну и третья база для японцев тоже будет уничтожена Забавный размен, на самом деле, получился Но, конечно, далеко не в пользу зеленого игрока Потому что у него теперь только три локации Против довольно-таки серьезной армии противника Да, у него, конечно, остались какие-то еще силы И даже эти два тенгу, скорее всего, смогут вернуться домой Потому что, банально, бомбардировщики находились совсем в другом месте Он не мог ничего с этим сделать Да, поэтому тенгу сейчас спокойно отступают Но единственная надежда, конечно, сейчас для игрока Для игрока зеленого цвета Это то, что у него, банально, сейчас будет больше ресурсов Еще будет время, чтобы сбалансировать свою какую-то новую армию Создать и, может быть, контратаковать Пока есть такое еще окно возможностей Но, мне кажется, оно довольно быстро закончится Потому что все-таки по авиации сейчас Альянс все еще доминирует Хотя тут были хорошие такие трансформации Часть, скорее всего, Аполла будет даже потеряна Красиво отыгрывает, на самом деле, Японец И, в общем-то, даже, да, удержал оборону Уничтожил все баги И, по-прежнему, его экономика достаточно мощная Альянс, мне кажется, допустил сильную ошибку То есть, иногда кажется, вот в этой игре очень часто Что зачем мне эта база Да, я лучше сейчас дожму своего противника Одной-двумя атаками быстро И все, партия закончится Рейтинг получен Пойду дальше отдыхать Но это очень часто большая ошибка И, как говорил известный комментатор в StarCraft 2 Артосис Если вы получили преимущество Вы должны получить еще больше преимущества И поэтому не всегда лучшим решением является Немедленно пытаться заканчивать игру Немедленно форсировать поражение противника Это иногда приводит к таким вот ситуациям Потому что, если бы у Альянса была третья база Я думаю, он бы не сильно от этого Как-то, знаете, отставал от противника Да, у него, может быть, было бы на один истребитель меньше Там к какому-нибудь сражению Но у него все равно была бы доминация в воздухе Но при этом было бы сейчас намного больше ресурсов И возможность производить даже Юнитов с завода Или даже просто восполнять свои потерянные истребители И бомбардировщики намного быстрее А так, получается, что японец Который проигрывал все свои сражения Все воздушные битвы Ну, в общем-то, он в комфортном все еще На состоянии находится Да, он сейчас может потерять что-то еще Например, вот этот обогатитель Но вот этот, конечно, немножко уже портит малину Все Но Даже так Все равно он идет, похоже, в последний пуш У него не так много ПВО осталось Но командный центр есть И командный центр будет танковать сейчас Против баги Против всего, что есть сейчас у противника Хороший план на самом деле Потому что это контрит и пехоту И заводы И вообще все, что только может быть Да, то есть И баги будут вынуждены просто убегать от него Турель только сфокусить не то, что надо Он, видите, все-таки перевел фокус на нужную цель Но здесь очень много пехотинцев Это самое страшное сейчас Нужно именно фокусить их А фокусить пехотинцев нечем Ну, хорошие бои или бомбардировки Как сейчас размикливает все это дело Альянс Однако Однако Если завод будет потерян Все еще может кончиться весьма плачевно Но беда также в том, что ПВО не хватает уже Скорее всего здесь у японца То есть, да Он уничтожит сейчас все, что есть Он даже задавит эти баги, вероятнее всего Потеряет, правда, завод Но командный центр японца будет уничтожен При этом, конечно, турели все еще можно производить И все еще есть большое количество бомбардировщиков Но, тем не менее Этот пуш пока что показывает свою пригодность Но сможет ли он отстроиться дома Там, в принципе, еще есть две добывающие базы Можно просто штамповать Тенгу Хотя, честно говоря, там три Апола Это тоже довольно много Но, может быть, если он заберет хотя бы базу Можешь попробовать продать было командный центр И таким образом как-то попытаться, знаете, перехватить инженером что-либо Пока не видит противник Но, видимо, это не будет сделано И командный центр выживает Барак строится Да, видимо, все-таки такая попытка будет Но, блин, как же много потерял японец на этом пуше И не хватает ему буквально совсем немножко, мне кажется, здесь Хотя так все это хорошо начиналось В итоге потеряна главная база И я думаю, сейчас японец, он понимает, что Игра приближается к логическому завершению Потому что у него нету ПВО В достаточном количестве У японцев, в принципе, с ПВО немножко сложнее И Альянс все-таки выживает Это последняя атака бесстрашная и абсолютно отчаянная Она не приводит к какому-либо успеху И Альянс все-таки побеждает Все еще на двух базах Напоминаю, у Альянса денег было, ну да, очень мало на самом-то деле И по доходу в минуту это хорошо видно Но, тем не менее, он смог справиться За счет намного более грамотных разменов И если посмотреть на именно размены Можно увидеть, что он разменился в несколько раз лучше Ну а на сегодня все, дорогие зрители Спасибо, что смотрели Подписывайтесь на мой телеграм-канал Ссылки в описании Желаю вам всего хорошего Всем пока и до новых встреч Продолжение следует...